МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Родион Архипов. В начале выпуска информация, которая интересует практически всех о погоде. Мы ждали, ждали и, наконец, дождались настоящей зимы с крепкими морозами. Если многие такую погоду не жалуют, в частности, автомобилисты, у которых не заводятся машины, то школьники радуются. Ведь если столбик термометра опускается ниже 25 градусов на отметке, можно рассчитывать на внеплановые каникулы. Столбик термометра минувшей ночью опустился до минус 25, а в некоторых районах республики до 27 градусов мороза. В такую погоду родители могут сами принимать решение, отправлять ребенка в школу или нет. Но в управлении образования города Чебоксары говорят, что общеобразовательные учреждения могут сами принимать решение об отмене занятий. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся при резких понижениях температуры воздуха, руководителям общеобразовательного учреждения по согласованию с учредителем принимается решение об отмене учебных занятий. Уроки не проводятся в первых четвертых классах при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже, в первых девятых классах при температуре воздуха минус 30 градусов и ниже, в первых одиннадцатых классах при температуре минус 35 градусов и ниже. Тем не менее, с обучающимися, которые пришли в образовательные учреждения, проводятся индивидуальные или групповые занятия. Стоит отметить, что помимо температуры воздуха, при отмене занятий учитываются скорость ветра, влажность и другие метеорологические явления. По данным синоптиков, морозная погода в республике сохранится до конца недели. Причем самыми холодными станут 29 и 30 января. Синоптики обещают, что столбик термометра в эти дни может опуститься до минуса 35 градусов ночью и минусу 24 днем. Осадков не ожидается. Немного потеплеет, если верить прогнозам, только к выходным. 1 февраля ночью минус 23, минус 27 градусов, а днем 10-15 градусов ниже 0. И хотя по-прежнему минус будет ощущаться, но от лыжной прогулки или катания на санках в такую погоду все же не стоит отказываться. Галина Титарчук, Михаил Жбанов, Республика. Год новый, а проблемы старые. Количество ветхого и аварийного жилья в России измеряется миллионами квадратных метров. В условиях, когда потолок может в любую минуту рухнуть на голову, живут тысячи людей. Сегодня председатель Наблюдательного совета фонда реформирования ЖКХ провел селекторное совещание с регионами. Бюджет федеральный, бюджет региональный и местный. Чтобы переселить россиян из ветхого и аварийного жилья, правительство выделяет значительные средства. Однако проблема настолько масштабная, что решить ее в короткие сроки, хотя бы даже в пределах отдельного региона, невозможно. Даже с расчетом на долгосрочную перспективу справляются не все. Субъектами России до 25 февраля, субъектами России, прошу прощения, до 25 января, они должны были представить долгосрочные программы в наш фонд по переселению граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день их направили только 12 регионов. Дорогие товарищи, так дело дальше не пойдет. Чувашия в числе 12 субъектов, кто программу предоставил, но без проблем не обходится. К примеру, государство готово платить за квадратный метр жилья для переселенцев чуть более 29 тысяч рублей. Застройщиков, которые за такие деньги готовы жилье продавать, найти не так просто. Тем не менее, дело идет. За два предыдущих года по программам расселения новоселья уже справили более 800 человек. К 2017 году число таких жителей должно составить более 13 тысяч человек. Есть реестр квартирных жилых домов, признанными аварийными. Естественно, в данном реестре есть дом, есть только-то квартир, есть количество проживающих семей и, естественно, количество проживающих граждан. Исходя из этого, в принципе, и сегодня мы называем точные цифры, сколько семей, сколько людей мы переселили. Более того, долгосрочная программа также будет прописывать по количеству квартир и количеству человек, которые должны будет переселить. Список домов, которые признали аварийными и будут расселять, есть на сайте Министерства строительства региона. Кроме того, работает так называемая «горячая линия». Правда, пока только два часа в неделю. По понедельникам с 15 до 17 часов. Кстати, отвечают специалисты на вопросы о капитальном ремонте. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. А сегодня 10 семей, живущих в столице республики, решили жилищную проблему. Слезы счастья, слова благодарности. Они не стесняются своих эмоций. Им пришлось немало пережить, пока наступил этот долгожданный момент. Обманутые дольщики наконец-то получили ключи от своих квартир. Итак, уважаемые друзья, дом по улице коллективной 5-1 официально объявляется открытым! Эти люди ждали своей квартиры 7 лет. В 2006 году этот дом по улице коллективная начинал возводить некий застройщик. Собрал средства с дольщиков. Но через два года стройка заморозилась. Год назад, по решению городской администрации, у этого объекта появился новый заказчик. В лице городского управления капитального строительства. А у обманутых дольщиков появилась надежда. И эту надежду строители оправдали. Десять дольщиков, которые остались. Вот я их сегодня поздравляю с началом жизни в новом доме, с новосельем. Вот рад, что они были верны ГУКСу, верны подрядчику о том, что верили в нас. И вот они в течение года очень быстро этот дом построили. Причем этот дом мы реконструировали. Дом-то был вообще одноподъездный. Сейчас он двухподъездный. За короткое время построили этот дом. Спасибо огромное. Вы нас выручили. Вы нас жизнь вернули. Спасибо большое всем. Большое спасибо всем, кто участвовал в построении этого дома. Большое спасибо всем. В девятиэтажном доме 53 однокомнатные и 64 двухкомнатные квартиры. Обманутым дольщикам предоставили право выбора. Платить пришлось только за дополнительные квадратные метры. Тем, кто выбрал квартиры побольше. Этим людям уже повезло. Они справляют новоселье. Но в городе еще остаются проблемные дома и обманутые дольщики. Которые все еще продолжают ждать своего часа. С 2015 года летом решили проблему в Финской долине. В Волжске платином половина объектов сдано Богдана Хмельницкого. Идут работы по обманутым дольщикам. Еще два проблемных дома остаются по тракторостроителям. Это Честер и Высота. В этом году постараются решить вопрос по остальным объектам, где есть обманутые дольщики. Пообещал глава города. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Безопасная утилизация. Сегодня в Чебоксарах открыли централизованный участок по переработке медицинских отходов. Необходимость в этом оборудовании назрела давно. Каждый год в лечебных учреждениях Чувашии скапливается более 6 тысяч тонн опасных веществ. Теперь перерабатывать такое количество отходов будет современная установка. Ее возможности сегодня оценил глава республики Михаил Игнатьев. Если раньше медицинские отходы утилизировали по старинке, вывозили на специальный полигон и сжигали, то теперь этот процесс упростит современная установка. Опасные вещества не придется обеззараживать и сортировать. Сюда будут привозить материалы и инструменты из операционных блоков, биологических лабораторий, инфекционных отделений. В герметичной камере их измельчает мощнейший ротор и острые ножи. Температура 151 градус, время выдержки 180 секунд, это 3 минуты. Для такой температуры достаточно 4,5 секунды, чтобы прошла полная стерилизация. Все безопасно и стерильно. Разработчики дают полную гарантию. В камеры возможно поместить материалы любых размеров. После обработки класс опасности отходов понижается до самого начального. Экология не пострадает. Причем даже измельченному веществу специалисты находят применение. После переработки медицинские отходы измельчаются вот в такую пыль. Потом ее вывозят на полигон твердопытовых отходов. Но вообще, говорят специалисты, это сырье годится или производство тротуарной плитки. Специалисты составили экономический прогноз. Процесс утилизации отходов на новейшей установке менее затратный. К примеру, для этого и вовсе не понадобится средство для обеззараживания опасных веществ. На презентации современного оборудования собрались главные врачи городских и районных больниц. Медицинские отходы сюда будут поступать со всей республики. Открыть подобный центр планировали давно. Но удалось это сделать только благодаря кооперации частного бизнеса и государства. Эта проблема у нас не решалась 10-летиями. И вот наши предприниматели и инвесторы пошли на определенные риски. И на условиях частного государственного парнюса запускают первый этап. Первый конвертор, который будет обрабатывать наши инвесторы отходы. После презентации установки глава республики посетил и Северную поликлинику. Сначала он решил проверить, насколько эффективно работает электронная регистратура. Нареканий к этому ресурсу не было. Хотя в отделениях больницы оказалось не все так гладко. Где-то необходимо сделать ремонт и модернизировать оборудование. Интересовался глава региона и заработной платы работников. Расспрашивал о том, насколько пациенты довольны обслуживанием. Андрей Ковалев, Ироссель Мухаммедов. Республика. Как обстоят дела в Козловском районе, выяснял сегодня премьер-министр правительства Чуваши. Помимо совещания, где подводились итоги работы за прошлый год, Иван Моторин принял участие в открытии нового здания пенсионного фонда. Осмотрел старое здание больницы и вручил ключи новоселам. Подробнее в сюжете, который привезла из Козловки наша съемочная группа. Про Козловскую центральную больницу узнают не только в Чуваши, но и за ее пределами. Это одно из старейших учреждений здравоохранения. В годы войны единственный в республике госпиталь для военно-пленных. Впрочем, и те здания, которые поновее, нуждаются в реконструкции. Поскольку Козловская ЦРБ – один из важнейших узлов трассовой медицины, в первую очередь по программе модернизации отремонтировали хирургический блок отделения реанимации, приемный покой, приобрели современное диагностическое оборудование, УЗИ-аппарат, бронхоскоп, рентген-кабинет на три рабочих места. Но часть помещений пребывает в первозданном виде. Почтенный возраст больницы особенно бросается в глаза в детской консультации. «Будем помогать», – пообещал Иван Моторин. А вот отделение пенсионного фонда дождалось своего часа. Сегодня в Козловке открыли новое здание. На учете в управлении состоят около 7 тысяч пенсионеров. Страховые взносы платят свыше 600 юридических лиц и предпринимателей. Зарегистрированы почти 32 тысячи застрахованных лиц. Новоселье в ближайшие дни отметят и жители заводского поселка. Вообще в этой части города у нас больше 50 лет ничего не строилось нового. Соответственно, как бы он считался, у нас уже умирал. А мы благодаря программе переселения светокварительного жилья вдохнули вторую жизнь. Построили там дальше по улице новую школу. Здесь все дома представляем тоже в основном социальные. Пока у нас планируется переселение 524 человека. То есть это больше 170 семей. В новом доме 30 квартир. Ключи от них вручили детям-сиротам и тем, кто до этого жил в старых бараках. Среди счастливцев семья Сусловых. 25 лет они ждали улучшения жилищных условий. По количеству квадратных метров и старая новая жилплощадь равны. Но все равно это небо и земля. Уверены новоселы. В бараке что там? То потопы, то что. Будут ливни, сильные дожди, мы дома по колен тонем. Постоянно мучились. То туалет наполнится, опять течет все у нас. Очень мучились мы там. Живем на первом этаже. На втором этаже дождь, ливень. Мы тонем. Опять с потолка идет все к нам. Вот так и мы живем. О том, что еще сделано для повышения качества жизни в Козловке и районе, говорили на совещании. Итоги социально-экономического развития в целом неплохие, но резервы еще есть. Индекс производства достиг 108% к уровню прошлого года, но у некоторых предприятий он 90 с небольшим. Инвестиционная деятельность проходит активнее, чем раньше. Но не намного. А крупных проектов нет вообще. Особенно это заметно в агропромышленной отрасли. Там прирост обеспечивают только небольшие фермерские хозяйства. Премьер-министр также напомнил о том, что наряду с республиканским создаются муниципальные дорожные фонды. А значит, пора начинать программу дорожного ремонта. Отдельно Иван Моторин остановился на мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Призвав предпринимателей не ограничиваться лишь грантовыми конкурсами. На этом не надо останавливаться. Много иных форм. И гарантийный фонд есть для кредитования. Есть фонд по кредитованию малого и среднего бизнеса. Есть финансовые поддержки по консультациям, обсудимым процентным ставок. То есть, в принципе, весь спектр поддержки малого и среднего бизнеса в регионе создан. И муниципалитетам необходимо здесь активнее работать, так как это ваша налоговая база. Вы это чувствуете по тем данным, которые были в докладе. Есть работа предприятий, есть отчисления, есть дополнительные возможности бюджета. И, соответственно, вы уже не смотрите на республику, а полностью данными средствами пользуетесь, исходя из своих потребностей и своих целей. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Зарплату вводят в тень. По данным налоговой службы Чувашии, в 2013 году в сравнении с прошлым стало больше работодателей, скрывающих заработную плату своих работников. Почти на 6%. О ситуации на сером рынке труда сегодня говорили специалисты налоговой службы, пенсионного фонда и трудовой инспекции на встрече с журналистами. Из-за серых зарплат и нелегального труда страдают местные бюджеты, а также всевозможные фонды социального и медицинского страхования, пенсионный фонд. Об этом в начале встречи напоминают эксперты. Для самого работника зарплата в конвертах оборачивается произволом со стороны работодателя, жалобами в трудовую инспекцию и головной болью, поскольку трудовые отношения не были оформлены должным образом. Нерадивых работодателей ищет налоговая, ищет пенсионный, ищет трудовая инспекция. В ходе проверок выявляются также факты выплаты заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда. С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда составлял 5205 рублей, а с 1 января 2014 года минимальный размер оплаты труда составляет 5554 рубля. Тем, кто платит своим работникам ниже МРОД, присматриваются и в управлении пенсионного фонда Чувашии. По наблюдениям специалистов фонда грешат этим работодатели комсомольского, алатарского, маринско-посадского районов республики. А если говорить о сферах деятельности, то официальная зарплата ниже МРОД в торговле, риэлторском бизнесе, сельском хозяйстве и строительстве. Серая зарплата для работника – это не только минус больничной, другие социальные выплаты, компенсации, но и минус в трудовых пенсиях. Размер будущей пенсии всегда зависит официально выплачиваемой заработной платы. И в прежней пенсионной формуле, и в нынешней пенсионной формуле, и в будущей. Для назначения пенсии необходимы будут два условия. Это наличие страхового трудового стажа не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов. А что такое 30 пенсионных коэффициентов? Вот эти два условия будут выполняться при зарплате из расчета не менее двух минимальных размеров оплаты труда. Если заработная плата будет меньше, придется работнику работать дольше. На легализацию серого рынка труда направлено законодательство. Уже внесены изменения в трудовой кодекс. Введен запрет на заключение гражданско-правовых договоров. Вместе с тем установлена ответственность за уклонение от заключения трудового договора. Ну а выводить зарплаты из тени будут, если не убеждением, то принуждением. Нерадивых работодателей продолжат приглашать на ковер специальных комиссий. В прошлом году проведено таких комиссий 691. В том числе с участием работников муниципальных органов, пенсионного фонда, органов прокуратуры. Всего заслушано на таких комиссиях 2710 работодателей. После заслушивания повысили зарплату 1683 работодателя. Правда, без желания самих работников бороться с серыми зарплатами, все равно, что воевать с ветряными мельницами. Как еще больше стимулировать людей на белую зарплату? Эксперты соглашаются, что одними репрессивными мерами вопрос не решить. Предлагают, к примеру, повышать правовую культуру граждан. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. В чем еще ущемляются права работников? Куда звонить и к кому обращаться, если трудовые права нарушены? Подробнее об этом в программе «По существу». Она выйдет завтра, 29 января, сразу после выпуска новостей. В Чувашии арестован руководитель федерального учреждения «Упродор Волга» Сергей Гаврилов. Он подозревается в причастности к хищению около 100 миллионов рублей, которые предназначались на выполнение работ на нескольких дорогах Чувашия. Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следственного отдела у ФСБ «По Чувашия» о заключении господина Гаврилова под стражу, сочтя убедительными доводы следствия о том, что Гаврилов, находясь на свободе, может воздействовать на свидетелей по делу, а также скрыться от следствия. В управлении ФСБ «По Чувашии» от комментариев отказались. В прокуратуре «Чувашия» наши телерадиокомпании подтвердили информацию, что Сергей Гаврилов заключен под стражу сроком на два месяца и сейчас находится в СИЗО. Они едут в Сочи и вовсе не для того, чтобы бороться за медали или болеть за сборную. С теми, кто отправится в Олимпийскую столицу, помогать организаторам и работать, встретилась наша съемочная группа. Говорят, язык до Киева доведет, однако их язык довел до Сочи. Все началось с заявки еще два года назад. Тогда мечта стать волонтером для студентов факультета иностранных языков казалась несбыточной. Мы зашли на официальный сайт игр, там оставили заявку волонтера, анкету сначала заполнили. После с нами уже связались, нам присылали тесты и дальнейшее обучение происходило. Это было немножко так странно читать пришедшее письмо на электронную почту, что вы прошли. Но сначала, конечно же, такие сомнения закрадываются, что действительно ли это правда, не спам или что-то еще. Мы проходили собеседование по скайпу, проходили тест на логику, на знание английского языка. Затем меня пригласили на обучение. Я проходила обучение в городе Казань на базе КАИ. Это обучение проходило три дня и, соответственно, мы уже получили больше знаний, больше информации о всех этих играх. Вот так в несколько этапов и сотен тысяч желающих выбирали самых дружелюбных, коммуникабельных и, что важно, психологически устойчивых. В отличие от девочек я еду на паралимпийские игры. И функция моя – прибытие и отъезды в сочинском аэропорту. И я еду в Сочи для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, со спортсменами. Тем более, это паралимпийские игры, это люди с большой волей, с большим желанием и силой посмотреть на них и научиться многому от них. В качестве волонтеров с ЧКПУ на Олимпиаду поедут в общей сложности пять человек. Дома, кроме родных и друзей, их будут ждать учебники, недописанные дипломы и сессии. Однако в УЗИ не против. Наоборот. Для того, чтобы наши ребята оказались в Сочи и на универсиаде, мы проводили большую информационную работу, конечно же, чтобы зарегистрировать ребят волонтерами, чтобы они достаточно могли овладеть какой-то информацией полезной о том, что предстоит им в этой работе и что их ждет именно в работе волонтеров. Расклеивали листовки, давали объявления, проводили семинары, лекции. Ребята, которые едут на Олимпийские и Паралимпийские игры, они должны присутствовать там достаточно долго, длительное время. И поэтому ВУЗ идет на встречу и помогает закрывать какие-то недочеты, пробелы с зачетами, экзаменами. Что ж, если для волонтеров наградой станут эмоции, языковая практика и новые друзья, то эти ребята будут получать еще и зарплату. 94 студента экономико-технологического колледжа поедут на Олимпийские игры работать. Мы будем работать поварами, поварами-раздачниками, кассирами. Наш колледж выпускает таких специалистов. Жесткий отбор был, должны были быть хорошие характеристики, хорошие знания в своем деле. На вопрос о блюдах отмечают. Иностранным гостям предстоит попробовать настоящую экзотику. Пельмени, конечно же. То, чтобы показать русскую кухню, чтобы иностранцы знали, что это, как это. Изначально нас пригласили на деньги, на заработок, а потом мы осознали это чувство, то, что Олимпиада, то, что такое грандиозное мероприятие мировое, оно, конечно, очень сильные эмоции дает. В таком большом количестве студентов отправляют только это учебное заведение. Проводить ребят приехали представители правительства. Кстати, в этот раз традиции присесть на дорожку не ограничились. Дмитрий Ковалев, Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов и Сергей Рябщиков. Республика. А тем временем Чувашия готовится к проведению регионального этапа всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014». Ежегодный праздник спорта состоится в ближайшие выходные 2 февраля. Напомню, право проведения этапа «Лыжни» Чувашия получила в 2005 году. За это время количество участников гонки значительно выросло. Планируется, что в этот раз на лыжные старты, которые будут организованы во всех городах и районах республики, выйдут более 40 тысяч человек. Центральный старт неизменно состоится в столичном парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар. Именно сюда, в национальном костюме и с раритетными лыжами, в руках придет и самая верная участница лыжни, 82-летняя Вера Орлова. Песни собственного сочинения Вера Орлова поет о том, как здорово бывает прогуляться на лыжах с ветерком. Самые первые деревянные лыжи смастерил ей отец. Вспоминает, встал на них, как только научилась ходить. Теперь она по праву считается лыжницей со стажем. Ее знают не только в городе, но и в республике. Пенсионерка ежегодно принимает участие во всероссийской лыжной гонке, начиная с 2004 года. Каждый раз выступает в составе сборной команды Ленинского района Чебоксар. И каждый год перед соревнованием она облачается в национальный чувашский костюм. Вот и в этом году решила не изменять традиции. В молодости каждому сшили шубу, чтобы девушка вышла замуж, у нее была обязательно шуба. Такая красивая, чтобы это сшитая. И вот, чтобы их не списать полностью со счета, я хотела просто показать. У меня шуба сохранилась. Я чувашки вот эти омавшие, свадебные одежды, все одела. Но я вышла, потом уже сейчас я не одеваю ей всегда, но фартки поменяю, платки поменяю каждый год. Это, ну, хочу, чтобы было родной праздник. Вера Афанасьевна признается, что чувствует себя прекрасно. А вот сын все же беспокоится о ее здоровье. Пытается умерить ее прыть. Правда, безуспешно. А ей вправду дома не сидится. Активистка по жизни Вера Орлова принимает участие не только в лыжне России, но и в других спортивных соревнованиях, которые организует администрация Чебоксар. И каждый раз ее появление в национальном костюме не остается незамеченным. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика. К слову, вместе с Верой Орловой в Чебоксарах в прошлом году на старт вышли более 12 тысяч горожан. Организаторы рассчитывают, что на этот раз любителей зимних видов спорта соберется больше. В этом году всероссийская массовая гонка «Лыжня России» посвящена предстоящим 22-м зимним олимпийским играм в Сочи и носит название «Олимпийская лыжня России». Ожидается, что на старт в этом году по всей России выйдут около 400 тысяч лыжников в 71-м регионе страны. По сложившейся традиции, этапы «Лыжни России» пройдут во всех городах и районах республики. Центральный старт неизменно состоится в столичном парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар. Гостей и участников «Лыжных стартов» ждет культурно-развлекательная программа. Для обеспечения безопасности в парке организуют три пункта бригад скорой помощи. По всему маршруту будут работать точки раздачи бесплатного горячего чая. Регистрация участников пройдет в день старта с 8 до 11 часов. Подать заявку можно и заранее. Сегодня в районных администрациях города и на стадионе «Олимпийский» специалисты по физической культуре начали выдавать шапочки и нагрудные номера. Гонка по традиции начнется ровно в полдень и станет десятой в регионе и тридцать второй в стране. Главным судьей «Лыжней России» в Чувашии будет чемпион зимней Олимпиады 1972 года в лыжной эстафете Владимир Воронков. В целях безопасности 2 февраля с 9 до 16 часов в Чебоксарах в районе проведения массовых стартов будет ограничено движение транспортных средств. Это все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин